Были проведены исследования в 2014 году и это распечатано по поводу токсического действия БДДЕ. И если у нас сейчас два с вами есть ретикулирующих агента, это БДДЕ и дебинилсульфон. И летальная доза БДДЕ, если у мышей, это 1 грамм на килограмм веса. То есть мы с вами должны нашего пациента перорально накормить 7-10 граммами БДДЕ. Но если мы говорим с вами, например, препарат Принцев содержит 23 микрограмм на миллилитр гиалуроновой кислоты, частично стабилизирован, в месте стабилизации ретикулирующего агента БДД 14%, то это нужно, я не знаю, сколько, 2 литра, наверное, гиалуроновой кислоты скормить пациенту для того, чтобы получить какие-то негативные воздействия. И ФДЕ проводила исследования касаемо канцерогенного действия БДДЕ на ткани. И при использовании концентрации 20 микрограмм на миллилитр по 3 миллилитра 2 раза в год вводить пациенту 15 лет, то данная доза при массе 60 килограмм, данная доза эквивалентна риску развития новообразования 4 умножить на 10 в минус 5000. БДДЕ – это компонент, который в качестве канцерогена, он безопасен. Мы с вами не работаем такими большими дозами, да, и тем более 4 на 10 в минус 5000. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!